алкоголь любой ведет к распутству чем больше градус тем быстрее ведет к распутству поэтому библия ясно предупреждает культура винопития и в израиле и в средиземноморье даже в древней греции эти вещи они были прописаны хотя не в библии понятно не в религиозных книгах но были прописаны в культуре например до 25 лет человеку нельзя было пить вино без присутствия взрослых женщина в более старших людей женщина вообще не могла пить одна алкоголь там найти с подружками в кафе или в ресторане то есть она должна была всегда быть присутствии мужчин то есть мужа и отца и так далее соответственно и только после 40 лет человек имел право как бы самостоятельно распоряжаться там вино теперь но какой но однажды мне задали вопрос напрямую задали в одной из передач и сказали там а ты пьешь вино вот этот вопрос такой он провокационный и я бы не думаю даже порой не совсем конкретно корректный потому что до пьешь алкоголь потому что алкоголь как как сказать физический элемент он присутствует во многих напитках то есть он есть квасе до человек который говорит например что в полной абстиненции живет там от алкоголя я например 18 лет я например не пил вообще никаких я стоял строго то что ни в коем случае алкоголь нельзя но в то же самое время я замечал что квас действует действительно опьяняющие если его пьешь там в бане и так далее кефир многие вещи содержат в себе алкоголь поэтому человек который говорит я не пью алкоголь это неправда он все равно пьет только в других может быть пропорциях и мы знаем что отцы церкви очень стояли на том чтобы вино не запрещалось удивительно что например в традиционных церквях таких как католическая церковь или православная церковь не на территории даже россия православной церкви в греции у них было я не могу точно выверить теологически но знаю что есть такое правило что если человек не употребляет алкоголь это приветствуется вино не употребляет это приветствуется церкови но только этот человек начинает учить что это грех его отлучали от церкви